Сегодня я покажу вам очень интересные продукты из новых линеек бренда Art&Fact. Начну с кислот для тела. Они помогают предотвратить вырастание волос, что согласитесь крайне неприятно. После депиляции или неважно каким способом вы это сделали, то есть как вы избавляетесь от этих волос, проходитесь по всей площади удаления. Кислоты стали активно применяться в последнее время именно в этом косметическом сегменте. Как использовать? Здесь есть вот такие кислотные пады. У них очень хороший состав. Они и отшелушивают и увлажняют, дают такое хорошее прямо увлажнение. Кожа становится очень гладкой. Берем один вот такой вот пад. Здесь есть кармашек. Просовываем туда ручки и проходимся по коже. Причем руки, ноги, неважно. Состав чистый, хороший, поэтому это совершенно безопасно. А далее наносим крем. Он идет в этой же линейке. Видите, можно определить по расцветке на баночках. И является как бы продолжением отшелушивания. После падов на коже мы ощущаем такую влажность, даже некоторую вязкость. А крем как раз усмиряет. Кожа гладкая, ощущения прохлады, жирности нет. От душка, упадав ее нет, а крем слегка пахнет кофе. Сплэш-маски придумали корейцы. Но и наши белорусские косметические бренды сделали свои варианты этого продукта. Я попробовала пару раз и меня не впечатлило, к сожалению, хотя цена очень приятная была. А вот Art & Fact мне понравилась. Она цепкая, разглаживающая, по текстуре водичка, по составу молочная кислота, пантенол, сорбиновая кислота, цитрат серебра, масло лаванды узколистной, сорбат калия, экстракт зеленого чая, мяты, сок листьев алоэ. Неплохо, не так ли? Жидкая сплэш-маска предназначена для тонизации. Можно каждый день, поскольку состав очень насыщенный. Есть несколько способов их применения. Способ первый. Обильно смачиваем лицо, далее на ручку пару капель маски, растираем и притаптывающими движениями наносим на лицо. Смывание не требуется. Второй способ, это мы наносим на ватный диск, протираем те места, где особенно кожа сухая, например, локти, колени. Смывание также не требуется. Есть еще один способ. Добавляем два колпачка в воду при принятии ванны. Но вернемся к лицу. Мне кажется, что самый лучший способ, это наносить ее после очищения кожи вместо тонера. Далее наносим сыворотку и крем. К сплэш-маске идет еще сплэш-сыворотка с аминокислотами. Вместе они дают такое увлажнение и разглаживание, прям глубочайшее. Что такое аминокислоты? Это органические соединения, из которых состоят белки, протеины. Для строительства белков человеческий организм использует 20 аминокислот, которые соединяются в цепочке в определенной последовательности, образуя белковые структуры. Напоминаю, что для кожи важнейшими белковыми соединениями является коллаген и эластин. Рекомендую эту парочку, особенно для тонкой кожи. Восстанавливающая сыворотка для лица с лизатами бифидобактерий, пробиотиками и церамидами. Постакне, неровная текстура кожи, после кислот восстановления. Пробиотики подходят для этого лучше всего. Я давно освоила эту тему. У меня обязательно есть что-то с пробиотиками в уходе, например, тонер от манию. К сожалению, в Корее такие составы стоят дорого, поэтому для кого-то эта сыворотка будет решением. У нее много положительных отзывов. Отмечается, что она сделала кожу спокойнее и ровнее. Не жирная, и хотя поначалу увлажнения в ней очень много, но затем она полностью впитывается в составе несколько форм бифида и лактобактерий. В начале списка витамин Е, сквалан, церамиды. Далее, после нее сухая кожа наносит питательный крем, а комби и жирная легкий. Кстати, для жирной кожи дальше будет очень хороший кремик. Альфа-липоевая кислота. Меня одно время очень часто про нее спрашивали. Вот, знакомьтесь. Альфа-липоевая кислота. Это инновационный антиоксидант мощного действия, который эффективно борется со свободными радикалами. В результате сыворотка оказывает противовоспалительный и омолаживающий эффект. Также способствует осветлению пигментации, выравниванию тона кожи. Состав короткий, чтобы ничего не мешало ей работать, имея ввиду альфа-липоевой кислоте. Только смягчающий кожу пантенол и гель алоэ. Эти компоненты подходят для любого типа кожи. Она очень похожа на корейские сыворотки и по текстуре, и по отдушке, и по поведению на коже. Средний по плотности гель распределяется элементарно. Сразу ощущаем увлажненность, а далее она впитывается, но на коже влага по-прежнему ощущается. В качестве консерванта используется бензиловый спирт. Он органически встречается естественным образом в некоторых фруктах, абрикосах, клюкве и чае. Матирующий и увлажняющий одновременно флюид для лица для жирной кожи с матмарином, неоцинамидом и мочевиной. Я уверена, что у вас сразу возник вопрос, что такое матмарин. Это биотехнологический актив, действующий по специальному механизму. Он направлен на снижение аккумуляции себума, а следовательно борется с такими проблемами, характерными для комби, для жирной кожи, как расширенные поры, жирный блеск. По результатам тестов на эффективность он сокращает все эти параметры, себум, поры, блеск уже через 14 дней. Состоит из содиума солицилата. Это производная от солициловой кислоты, также экстракт фермента бактерий. Текстура легкая, нанесли далее такие ощущения. Цепкое увлажнение и постепенно уходит вматывать. Такие средства очень хороши для всех типов кожи в жаркую погоду. Без всего оставаться не хочется, но все, что наносишь, течет и вот вам решение. Поверх него SPF ложится просто образцово-показательно, потому что эта штука выглаживает кожу, делает ее абсолютно ровной. Карбоновый пилинг, эксфолиант для лица с белой и черной глиной, также с молочной кислотой. Я в этом году попробовала какое-то несусветное количество кислотных пилингов. Казалось, меня уже ничем не удивишь, так нет. Первое, что меня поразило, это текстура. Она выглядит настолько плотно, такого интересного, насыщенного серого, слегка перламутрового цвета, но по факту это почти вода. Он жидкий, прижидкий. При нанесении ощущаются абразивные элементы. Не слишком грубые, но в сочетании с кислотами это дает очень хорошее отшелушивание. В качестве абразивов используется черный вулканический песок и глина. Вот откуда такой вот своеобразный серый цвет. Отдушка также активная, вы не сможете ее не заметить. Она прям такая кислотная, даже немного поначалу жутковата. Но гель быстро подсыхает и перестает пахнуть. В свое время вот этот тонер от Мизон, по этой же причине я забраковала. Пахнут они все одинаково с таким составом кислотным, но потом поняла, что кислоты есть кислоты. Лучше натуральный запах, чем какая-то синтетическая отдушка. И этот запах свидетельствует о том, что такие кислоты дадут матовость прям хорошую и такую гладкую кожу. Способ применения. Наносим на очищенную кожу лица на 10-15 минут. Для усиления воздействия, если кожа плотная и нужно прям хорошее отшелушивание, то по истечении первых 5 минут наносим еще один слой. Далее смываем прохладной водой и наносим тоник и увлажняющий крем. Рекомендованный курс 10-15 процедур с чистотой 1 раз в неделю. В составе яблочная винная и молочная кислота. Появился этот пилинг недавно, но народ от него в восторге и осветляет, и выравнивает, и матирует. Жирной коже особенно понравится. Резюмирую, у бренда Art & Fact очень большой ассортимент, и мои видео помогают вам найти среди этого многообразия нужные продукты, поэтому я все описываю подробно. Что касается сегодняшней подборки, то я очень довольна и постепенно у меня формируется топ продуктов от этого бренда. А так, вопросы в комментариях и в Telegram в Директ, там уж я точно отвечу. Всем удачи в достижении красивой кожи, спасибо вам, кстати, за внимание к моим видео. Мне это все дается нелегко, потому что я тестирую все на себе. Всех целую и до скорых новых встреч!